Всем привет! Меня зовут Виталий и вы смотрите историю про Итачи Учиху Специально для сайта школы техник народу djutsu.ru Учиха Итачи рос первоклассным ниндзя Он упорно тренировался, оттачивал свои навыки до предела И был опорой для клана и идеалом, к которому стремился младший брат Саски После вступления в Анбу характер Итачи резко меняется Позже от правительства поступает приказ уничтожить весь клан Учиха Итачи, на которого взвалили груз ответственности за успешное проведение операции Вынужден был повиноваться Заручившись поддержкой Учихиобита, он со слезами на глазах убивает всех своих родных Оставив в живых лишь брата После той роковой ночи Итачи интегрируется в Акадске А смыслом жизни Саски становится месть В организации Итачи встречает еще одного предателя Канохи, Арчимару Тот пытается завладеть глазами Учихи, но попытка оканчивается провалом Напарником Итачи становятся Кисамы Вместе они отправляются собирать биджу Когда приходит пора захватить Девятихвостого, Итачи и Кисамы направляются в Каноху Помимо искомого джинчурики, они встречают отряд джанинов, легендарного Санина Джирайю и Саски, собственной персоной Молодой Учиха, желающий отомстить, кидается с Чидори на брата, однако Итачи попросту ломает ему руку После появления Гая и Джирайи, Акадски принимают решение отступить Проходит несколько лет На пути отряда из Канохи, спешащего спасти захваченного Гаару, возникает Итачи Наруто и Какаши успешно нейтрализуют преграду и понимают, что это был не сам Итачи, а лишь пешка, контролируемая оригиналом При встрече с Наруто Итачи заставляет его проглотить Ворону, которая, как он утверждает, является самым эффективным средством против Саски Затем Итачи посылает своего клона на встречу с Саски Клон указывает местонахождение старшего брата и младший направляется к нему Саски сходится в бою с ослабленным после частого использования Мангёки Шеренгана Итачи На протяжении всего боя Итачи играет роль маньяка-убийцы, каким его привык видеть Саски Исчерпав весь запас чакры, братья больше не в силах сражаться Итачи практически удается завладеть глазами Саски, но в последний миг он падает и, ударившись головой о стену с гербом клана, умирает С наступлением Четвертой мировой войны Кабуто призывает Итачи при помощи Эда Тенсей Вместе с Нагато он отправляется на поле боя, где встречается с Наруто и Би Ворона, предназначенная для Саски, срабатывает на самом Итачи и тот освобождается от контроля Кабуто Запечатав Нагато, Итачи отправляется на поиски Кабуто, желая остановить действия Эда Тенсей По пути он встречается с Саски Теперь брат знает всю правду о той ночи и готов помочь Итачи Братья сходятся в бою с Кабуто Старший ловит противников и за нами, запечатывая его сознание в бесконечной временной петле Далее он заставляет Кабуто отменить Эда Тенсей После чего, попрощавшись с братом, исчезает навеки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok